Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Работал в сфере интим-услуг, муж журнал об этом, не простил, пытался поговорить в живые по смс, не хочет даже слушать. Я очень кайс, но все готов, чтобы он простил, даже бросит работу. Ну смотрите, здесь в первую очередь в глаза бросаются противоречия. То есть вы выбираете какую-то работу, на самом деле это даже не важно, в какой сфере. Вы выбираете какую-то работу, просто. Вы работаете там, предполагается, что у вас есть мотивация какая-то там работать. Дальше, муж об этом узнает. Ну это логично, что он об этом может узнать, потому что рано или поздно все, так или иначе, все. Тайны становятся явными. Рано или поздно, так происходит. Рано или поздно, так или иначе, все. Рано или поздно, так или иначе, все. Нравится это нам или нет. Поэтому, вопрос, здесь заключается в том, если вы допускали, что муж узнает, о том, где и как вы работаете, то, наверное, у вас было какое-то отношение к этому. Если вы не допускали, то вы, наверное, плохо своего мужа знали. Дальше. То, как вы условно готовы отказаться от своей работы, как легко вы готовы отказаться от нее, вызвать вопрос. То есть, если вы так легко готовы отказаться, почему не отказались? Следующий важный момент заключается в следующем. Чувство вины. Чем больше вы испытываете чувство вины перед мужем, как бы, транслируя ему это, тем больше он на вас злится. То есть, ну, как бы, вот вы если демонстрируете уверенность как-то вот в своих действиях, да, в своих возможностях, в своих в своем выборе, если вы демонстрируете уверенность, то человеку приходится с этим сталкиваться. Ему приходится, ему именно что приходится сталкиваться с тем, что вы делаете свой выбор. Понимаете? В данном случае в данном случае вы не сталкиваете человека с выбором. От слова совсем. в данном случае вы сталкиваетесь человека только лишь с своей неуверенностью в себе, в твоем выборе, в твоем решении. и человек реагирует на это ровно так, как мог бы реагировать любовь. Ты принял решение, ты это решение как-то реализовываешь и ты как будто бы этого сидишь. То есть вы по сути становитесь здесь меньше. уменьшаетесь. То есть вы уменьшаетесь психологически вы уменьшаетесь. Соответственно, если вы психологически уменьшаетесь, то другой человек психологически увеличивается. Так работает закон. Закон отношений. И отсюда идет непрощение вашего мужа ни с того, что вы сделали что-то не так. Ни с того, что вы поступили как-то не так. Ни с того, что вы работали где-то не там, где муж вас не обобрал. это отдельный разговор. Как вы соотносили свои ценности с его ценностями. Как вы ну на что вы рассчитывали и так далее. Это немножко один один разговор. Важно другое. Важно то, что вы презентуете себя как человека не уверен. Вот. Как человек, который себя винит. А раз так вас будут винить в ответ. Потому что вы по сути транслируете такую модель поведение. Вы себя так демонстрируете. Понимаете? Следующий момент. Есть у меня такое чувство, что вы боитесь своего мужа потерять. и боитесь потерять своего мужа очень сильно. Как бы здесь не была с одной стороны зависимость от него. То есть ваши зависимости от мужа. С одной стороны и с другой стороны. Опять же есть вот этот вот момент, что если вы так дорожили своим мужем, то как так получилось, что вы работали там, узнав про в таком месте вы работали, узнав про копёры, ваш муж начал бы вас опоргать. Но складывается впечатление, что вы ни много, ни мало просто саботировали свои отношения. Как будто вы не хотели в этих отношениях быть. Или не считали себя достойными в этих отношениях быть. Понимаете? то есть по сути вы сами вы сами своими действиями сейчас разрушаете отношения. Отнюдь не тем, что где-то там работали, а тем, как вы отнеслись к своим ценностям и как вы отнеслись к ценностям своего мужа. Не в смысле того, что вы пренебрегли ими, в смысле чьими-то ценностями. нет. А именно в смысле того, что к своим ценностям на мой взгляд вы относитесь неуважительно. Именно к своим. Потому что если есть у вас такая ценность, которая допускает работу где бы ты ни было, с кем бы то ни было, как бы то ни было, то эта ценность в первую очередь достойна уважению. Достойна уважения вашего собственного. То есть она достойна того, чтобы вы свою ценность, свои ценности уважали. Уважали свой выбор. не если вы свой выбор не уважаете, а у меня как раз таки складывается такое впечатление, что вы его не уважаете, то как будет уважать в таком случае вас ваш муж. Что ему еще делать, кроме как вас не винить? Ведь это проявление выражения той агрессии, которую вы сами подавили по отношению к себе. Понимаете? какая штука? Неприятно. Я согласен. Очень неприятно. Согласен тоже. Понимаете? Я согласен. Но тем не менее это так. Ну по крайней мере с точки зрения психологии и вот отсюда с этого момента и нужно представить. С этого момента и нужно представить. начинать. Именно с этого момента. А не с момента. Как вам его убедить простить, бросать работу и так далее. Это хаоса. Извините. Хаотичные действия. Это действия хаоса. Они не системные. Они спорадичные. И у них у этих действий довольно странно мотивация. Непонятно какая мотивация. удержать можно? Зачем? Ну буквально зачем? Зачем? Чтобы иметь возможность сделать его счастливым? Но судя по всему вы не особенно были заинтересованы делать его счастливым именно в силу того, что работали там, где ему не понравилось. Если вы не знали о такой его реакции, тогда опять же свидетельствует о том, что вы не знали своего мужа. Что он вам вероятно не так уж интересен. Поймите меня правильно. Поймите. Я вас сейчас ни в коем случае не обвиняю. Я просто показываю вам картинку какой она видится конечно же мне, с точки зрения психологии и пытаюсь ее как в смысле картинку пытаюсь структурировать. Вам было понятно что из чего и как и как. И вот когда и если мы структурируем то, что сейчас происходит. увидим что является реальностью а что нет. То есть, ну буквально. Вот буквально что является реальностью а что нет. Буквально. если мы с вами это увидим то у нас появится возможность что-то с этим делать. У нас появится возможность как-то на это реагировать. у нас появится возможность предпринять какие-то действия. поступать с нашими собственными в соответствии с нашими собственными приоритетами. Не с приоритетами мужа. не с приоритетами страха где мы боимся человека потерять. Нет. А именно и свои собственные приоритеты. Понимаете? за то что в нашей жизни происходит. Прямо сейчас. Понимаете? Ну на этом все. Я надеюсь что это было вам полезно интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.